Итак, гопи, чья речь, тело и юм были без остатка выданы Господу Кришне, Говинде, отложили все свои превысленные дела. Ведь теперь, когда рядом с ним было его послание Шиудова, они, постоянно вспоминая его подвиги, которые их возлюбленный Кришна совершал в детстве и юности, пели о них и без всякого стеснения горько плакали, навзрыд. И вот такого рода разлука нам, ну, большинству из нас, недоступна пока. Однако есть другая форма разлуки, которая нам доступна. Это форма разлуки, как в этом стихе, который мы прочитали сейчас. Киртия монах Яшуя, если я сакрит, о карне ручинам. Это форма разлуки, которую можно обрести, общаясь с преданными, говорящими о Кришне, пропускающими его повествования, его наставления, философию, и лилы, все, и то, и другое. Мы не должны проводить различия между одним и другим через свои сердца так, что это отзывается в нашем сердце желанием слушать о них снова и снова и снова. И как здесь говорится в этом стихе, о карне ручинам, которые сацанго мухта дуксанго хатум ноцахате буддага, которые не могут уцахате, хатум не могут оставить, они уцахате, они но ноцахате, они не имеют силы оставить слушание о Кришне, потому что общались с великими душами, и потому что порвали благодаря силе общения с великими душами свое дурное общение. Не обязательно внешнее географическое соприкосновение с материалистами, но внутреннее желание быть такими же, как эти материалисты. Вот это они порвали в себе. И тогда в сердцах таких людей те слова, которые говорят великие души, которые пишут Шрила Прабхупада в своих комментариях, эти книги напредны, жалуются, почему книги сложно читать, или почему сложно слушать лекции Шрила Прабхупада, или почему сложно мантру повторять, почему, почему, почему. Да потому что мы посвятили свое сердце другим вещам, а сердце маленькое, и тогда они помещаются одно и другое одновременно, либо то, либо другое. Как нельзя два арбуза удержать в одной руке, также нельзя одновременно держать в своем сердце привязанность к материи, сознательную привязанность к материи, желанием, и желанием стать чистым преданным. Потому что в этом случае даже наше желание стать чистым преданным будет материальным, ради выгоды, почета, или в самом лучшем случае ради того супер наслаждения, которое нам Бхакти за это сулит. Вкус, вкус, вкус. Мы забываем про то, что вкус – это не наш вкус, это вкус, которым Кришна наслаждается от нашего служения Ему. Вот этим вкусом мы можем жить в духовной жизни по-настоящему. Все другие формы вкуса – это раса абхаса или рати абхаса, это подобие вкуса, коренящиеся в нашем эгоизме, очиститься от которого мы сможем, если просто каждый день слушаем слова Великих Душ. И для издетих Великих Душ самым главным, вернее, включая все эти Великие Души в себя, в свои комментарии, самым главным для нас является комментарий Шрилы Пропады, его книги, читать которые, обсуждать которые, пересказывать другим. Мы имеем полное право 24 часа в сутки. Шрилы Пропады говорит об этом в одной из лекций, говоря, для чего искон нам нужен? Для того, чтобы о Кришне говорить. Харили Ламрита Вачага, у нас есть право 24 часа в сутки заниматься только этим. Какие еще дела у нас? Ну, просто мы говорим в разных форматах, иногда мы говорим об этом в своем кругу, иногда на улице книги распространяя, иногда давая лекции по интернету, но говорить и слушать об этом, говорить и слушать о том, как говорят другие. У нас есть право 24 часа в сутки. Только это наше дело, наш бизнес, говорит, Пропады. Какое у нас еще дело есть? Никаких других дел больше нет. И в одной лекции, даже не лекции обсуждения, это уже стиха из 10 главы первой песни Шриман Бхагава, там В.Д. или Шрилы Пропады говорит удивительную вещь. Я процедирую, на этом я закончу. Сегодня дозволены мне речи. Он говорит об этом. Сейчас я процедирую его слова. Шрилы Пропады говорит. Я процедирую. Шрилы Пропады говорит. Он просит Прадюну процедировать. Как раз именно этот стих, который мы только что процедировали, прочитали. 1, 10, 11. Он говорит, Прадюну, прочитай этот стих. Прадюна читает перевод, который мы только что прочитали. Разумные люди. Давайте я снова его прочитаю. Разумные люди, постигшие Верховного Господа в общении с чистыми преднами, освободившиеся дурного общения с материалистами, не могут жить без повествования о славе Господа, даже если слышали их всего лишь раз. Это означает, что если мы живем без повествования о Господе хотя бы раз, то есть мысли хотя бы день или у нас никаких не возникает по этому поводу неудобств и дискомфорта, это означает несколько вещей. Либо мы неразумные, либо мы разумные, но недостаточно общающиеся с преданными, или недостаточно освободившиеся до нового общения. Так говорит также четвертая песня Багава, там Санат Кумар, он говорит, что предан должен построить свою жизнь так, чтобы у него или у него не было шанса прожить и дня, не слушая повествования о Господе. Так вот, Прабхупада говорит, так, значит, это защитит вас от влияния Майи, говорит Шила Прабхупада. Ну-ка, прочитай еще раз, санскрит или перевод? Перевод, говорит Шила Прабхупада. Разумные люди, которые поняли Верховного Господа в общении с чистыми преднами, стали освобождены, и Прабхупада говорит, в общении с преданными. Поэтому, если вы становитесь как карми, тогда вы не понимаете важности общения с преданными. Сатсанга. Сатсанга означает сообщество, общение, обсуждение. Бодхаян тахпарас парам, тушьянтича романтича, Багавадгита 10.9. Если вы не испытываете интереса, не питаете интереса к такому общению, к такому обсуждению, тогда вам конец. Говорит Шила Прабхупада. Вам конец. И карми. Вот они, глупцы и негодяи. Карми. Вы стали становитесь карми, как глупцы и негодяи. У вас теперь этот центр, он сидит в Шила Прабхупаде, находится в центре, в нашем центре в Дели, который, приятно, сняли тогда. Я не помню, где он находился, в Грейтер Калаш, по-моему. Но это, теперь у вас этот центр есть, но это не означает, что теперь вы должны заняты быть с утра до вечера чувством наслаждением. Это, вот это не жизнь, это не жизнь, это жизнь карми. Это жизнь карми, если у вас нет времени для сатсанги. И тогда вы не сможете продвинуться, у вас не будет шансов совершить какой-либо духовный прогресс, живя вот такую жизнью карми. Да, вы должны работать для организации, факт, но это не означает, что вы должны заняты быть день и ночь без сатсанги. Вот это ошибочная политика, ошибочный подход к делу. Это все испортит всю структуру. И дальше Шила Прабхупада приводит пример своего храма в Лос-Анджелесе, говоря, в Лос-Анджелесе они регулярно собираются на арати, на лекции. Если эти регулирующие принципы, такой регулируемой жизни утрачены, тогда вы карми. Тогда вы просто будете работать с утра до вечера, как карми. А чем правильно занимались там? Они что, телевизор смотрели или на работу ходили? Они пытались проповедовать, но Прабхупада ругает их, говоря, если вы как карми, будете с утра до вечера только заниматься этими делами, служа организации, но не будете сатсангу поддерживать, не будете общаться друг с другом, вы пропадете, вы будете карми. Я не буду дальше читать, потому что очень много интересного Прабхупада говорит, но на этом и закончится. Так вот, в этих стихах читания черетамы описываются трансцендентные унмада, Господа читания Махапрабху, читара джалпа, подобные этим речам Шиматера Дарани, которая увидела шмеля и стала обращающихся к шмелю на самом деле ругать Господа Кришну Иудову, вспомнив аналогию, которую только что привели гопи, о том, что пчела перелетает цветка на цветок, собирает пыльцу и летит к другому, забыв о прежних цветах. И так же Кришна, черный шмель, собрал тут пыльцу и улетел к себе в Мадхуру и забыл про нас. И она ругает его в своей дивне унмаде, в божественном помешательстве. И мы можем только читать, особенно даже вопросы задавать не можем, эти темы, но та форма разлуки, которая нам доступна, я начал с этого, она разлука с слушанием о Кришне. Разлука с преданными Кришне и разлука с ослушанием о Кришне в обществе преданных. Вот этой разлукой мы можем жить. И она неизбежно обязательно приведет нас к необходимой квалификации для того, чтобы испытывать не просто какой-то мирской интерес, а испытывать реальные духовные эмоции, читая вот такие описания. Они будут применимы к нам. Потому что как Ши Читания Махапрабху, читая книги Ведьяпати, Чанди Даса и Джая Девы, как Шиилапрабхана объясняет, он узнавал, это было описание его состояния. И описание было со временем актуально для нас. Пока по мере того, как сердце будет очищено в огне, температуру которого будем поддерживать правильным общением с преданными. Субтитры создавал DimaTorzok